Спортивные факты вас приветствуют. Вечер добрый. Настоящий праздник ждет любителей регби в эти выходные. В Краснодаре пройдет третий, последний тур чемпионата России по регби 7. Наша Кубани, действующий чемпион страны, тоже, конечно, к нему готовится. Напомню, в стартовом этапе в Алуште казаки заняли второе место, а на прошлой неделе в Москве ни разу не уступили и тур второй выиграли. Настроены, безусловно, на золото. В субботу пройдут матчи группового этапа, в воскресенье решающие игры. На стадионе труд, все встречи состоятся. Приходите, вход свободный. Но не только поклонникам регби будет чем заняться. В субботу, например, сразу три матча. Один гандбольный, два футбольных. Во-первых, на стадион Краснодара можно и нужно сходить. Горожане примут ЦСКА. Старт в 19.00. Футбольный клуб Кубань в этот день играет в гостях. Нижегородский олимпиец, соперник желто-зеленых. Кубань гандбольная 14 октября проведет первую встречу второго отборочного раунда Кубка ЕГФ. В Краснодарском олимпии принимаем клуб медицинер из Сербии. Второй матч между этими соперниками также на нашей территории состоится в воскресенье. Обе игры начнутся в 16.00. Еще одна воскресная гандбольная встреча, которая нас интересует, пройдет в Салавате. В рамках мужского чемпионата страны с Киев сразится с УГНТУ. И на 15 октября назначен матч хоккейный. Сочи гостит в Белоруссии. Постараются леопарды справиться с минским «Динамо». И вернемся к футболу. Одно из самых ожидаемых событий выходных, конечно же, битва Краснодар-ЦСКА. Быки и армейцы сыграют уже в 15-й раз. Их матчи никогда не проходят без забитых мячей. Счет 1-1 был зафиксирован в пяти играх. Еще в шести случаях одна из команд брала верх с разницей в один мяч. Выбивается из общего ряда разве что разгромная победа ЦСКА. В октябре 2013-го тогда подопечные Леонида Слуцкого отгрузили черно-зеленым пять голов. Горожане с местью медлить не стали. И в апреле следующего года выбили москвичей из Кубка страны. Последняя на данный момент встреча этих команд тоже датирована апрелем. На арене Краснодара дело было и вновь все закончилось пресловутыми 1-1. На точный удар Федора Смолова с пенальти гости ответили мячом Понтуса Вернбума. Кстати, для Смолова ЦСКА любимая команда в плане голов. Армейцам Федор забивал еще в футболке Урала. А за Краснодар отличился трижды в трех встречах. Столько же результативных ударов в противостоянии красно-синих и черно-зеленых у Алана Дзагоева. Но футболист в завтрашнем матче точно не сыграет из-за травмы. Продолжим этот выпуск новостями из Анапы. В городе-курорте проходит чемпионат Краснодарского края по волейболу среди женских команд. Владимир Черкашин с подробностями. Когда Яна Ковту начинала играть в волейбол, ее партнеры по команде еще не родились. За плечами 50-летней спортсменки из команды Донецкой Народной Республики опыт большой. Чемпионство Европы среди молодежи в составе сборной СССР. Золото советского чемпионата, выступления за украинские, словацкие и азербайджанские клубы. Волейболистка и сейчас на площадке чувствует себя уверенно. Карьеру лет пять назад закончила Черкасса Крупищук, играла в суперлигии Украины, пасовала. А в принципе основное, скажем, волейбол остается основной. Тренировки, игры, все остальное. Своё удовольствие, какие-то ветеранские турниры. На звание чемпиона края среди женских команд в Анапе сражаются восемь коллективов. Местные болельщики, разумеется, ждут успеха от своих команд. Сборная Анапы из спортивной школы Олимп, из поселка Виноградного. В одной из игр анапчанки экзаменовали дубль краснодарского «Динамо». В первом сете в самой концовке сильнее оказались хозяйки 25-23. Во втором динамовская молодежь ошибалась на приеме. Неважно, доковала, опытные анапчанки ошибками этими воспользовались. 25-16. В начале третьей партии сборная Анапы вырвалась вперед 7-1. И этого преимущества хватило в итоге для победы. 25-22 и 3-0. Игра была легче, чем вчера для нас. Потому что вторая игра. Немножко мы разыгрались, можно так сказать. Ну и команда девочки помоложе. Немножко им опыта не хватает. И для нас все сложилось удачно. Переволновались. Не было эмоций. Подачу, наверное, по-разному теряли. И подачу, то не могли в защите отыграть. То атаку не могли сделать, то передачу. В общем, всего по чуть-чуть. Еще одной встречи воспитанницы спортшколы «Олимп» из поселка Виноградного встречали с аутсадером командой Курганинского района. Стартовую партию без проблем выиграл «Олимп». А во второй гости смогли навязать борьбу, вели в счете, но довести дело до победы не смогли. А в заключительном игровом отрезке анапские волейболистки разгромили соперниц 25-12. Полетел прием, ничего наладили все. Стали не играть. Рожные чуть сплотились. И последнюю партию, ну как счет, показалось, что немножко получилось все. Сегодня мы сыграли одну из своих основных игр. Конечно, это результат 3-0. Это результат, который нас устраивает. В общем-то, теперь можно говорить о том, что девчонки наши будут продолжать борьбу за призовое место. В третий игровой день сборная ДНР, которая выступает вне зачета турнира, была обыграна молодежкой Краснодарского «Динамо» со счетом 3-1. Кто станет чемпионом, узнаем 14 октября. Владимир Черкашин, Сергей Целиков, Кубань-24, Анапа. О планах на субботу и воскресенье продолжаем разговор. Давайте посмотрим теперь на расписание краевых турниров. Итак, в Тихорецком районе будут соревноваться тэквондисты. В станице Архангельской пройдут открытые краевые соревнования. Горячий ключ примет первенство Краснодарского края среди юношей по спортивной борьбе. В субботу и воскресенье в Краснодаре – пауэрлифтинг, кубок края по троеборью классическому. В столице городошного спорта, в станице Ленинградской, пройдут краевые соревнования «Меткие биты». Продолжаются на Кубани 24-е сельские спортивные игры. В станице Северской сразятся финалисты соревнований по мини-футболу. Крыловская в эти выходные принимает открытый чемпионат Краснодарского края по рукопашному бою. А Тимашевск в воскресенье – краевой турнир по карате. Он пройдет в спортивном комплексе «Олимп». Продолжаем новостями теннисными. Завтра в Москве начинается 28-й международный турнир Куба Кремля. Место проведения традиционное – спорткомплекс «Олимпийский». Мы, конечно, с особым вниманием будем наблюдать за Еленой Весниной из Сочи. Кроме того, пока остается открытым вопрос с участием еще одной сочинской теннисистки Марии Шараповой. В общем, следим за развитием событий и болеем за наших. Добавлю, что завершится турнир 22 октября. А в рубрике «Герой недели» сегодня слушаем еще одну историю от гонболиста Андрея Лаврова. Вспоминает, как был знаменосцем на Олимпиаде в 2000-м в Сиднее. Для меня было неожиданностью. В общем-то, о том, что моя фамилия в списке есть, я знал. Но до меня из игровиков я не помню, чтобы кто-то нес. И не было такого. А когда объявили, ну не отказываться же. Я считаю, что не только мне, а это всей команде дополнительный адреналин. Что значит, на нас руководство рассчитывает. Вот, в общем-то, раньше было принято, что флаг должны нести люди, которые железно выиграют эту Олимпиаду. Ну, я рад, что все так сложилось. Главное, не выбиться из ритма. Плюс, я посмотрел, как несли флаги своих стран люди. Мне это не понравилось. Давались какие-то там подспорья. Но я посчитал, что пользоваться вот этими подставками, это когда несешь флаг своей страны, как-то, ну, не то, что неудобно. Но не мое. Я не скажу, что вот там флаг был достаточно тяжелый. Нет, он не тяжелый. Единственное, что вечер сильный, и стадион был так построен. Вот там четыре выхода сквозных. Это все-таки футбольный стадион. И когда ты проходил мимо, вот там потоки ветра, которые могли пошатнуть это. Ну, все прошло нормально. Завтра большое интервью с нашим героем. Смотрите в программе «Спорт. Итоги». Увидимся. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова